Продолжаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Родина М» Игорь Чирябов. Поздравляем вас со стартом сезона. Как оцените игру родных сегодня? Спасибо большое. Долго ждали, долго скучали за футболом, за официальными матчами. Я думаю, справились мы со своими эмоциями. Ребята молодцы, хорошо выглядели. Конечно, будем в дальнейшем разбирать игру и делать выводы. Мы много контролировали мяч. Преимущество владения явно было на нашей стороне. Такая была установка на сегодняшнюю игру? Мы всегда владеем мячом, если вы знаете по статистике. Но хотелось бы еще завершения реализации и более положительного результата, то есть побед. Но я думаю, это все впереди. Есть такой промежуток и цикл большой, где мы будем работать. Я думаю, все будет хорошо. Вновь ничья с «Динамо Вологда» как на финише прошлого сезона. Почему все-таки не получается обыграть одного соперника? Для жилого соперника играть, когда они все падают за линию мяча. И я думаю, с нашей стороны мы все предпринимали, но немного в чем-то не получалось. Где-то было мало ударов со средней дистанции. Я думаю, будем над этим работать и будет положительный результат. Надеюсь, все получится с Чертанова. Спасибо. Пожалуйста. Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Динамо Вологда» Годоль Дмитриевич Чесалов. Поздравляем вас со стартом сезона. Думаю, вы сегодня согласитесь. Был очень интересный матч, насыщенный на борьбу, на интересные эпизоды. Но по итогу безгрывая ничья. Как оцените игру сегодня своих футболистов? Ну, первое, хочу присоединиться. Я поздравляю всех болельщиков, команды, футболистов и тренерских штабов с началом сезона. В целом, правильно вы сказали у нас. Мы, к сожалению, своим матчем не поддержали тот атакующий голевой поток команд в этом туре. Где там по пять мячей забивали, 3-1. Очень крупные результаты. Но в целом, сегодня такая игра сложилась, что две команды были максимально мотивированы на положительный результат. Никто не хотел отдавать там ни участка, ни поля футбольного. Все очень высокий уровень мотивации и самоотверженности на поле демонстрировали, что наша команда, что ваша. Поэтому, наверное, как итог, вот эта такая безголевая ничья 0-0. То, что касается нашей команды, если так быстро анализ, то у нас совершенно не получилось, что мы планировали, как мы хотели играть. Здесь нужно отдать должное и команде соперника. Воспользовались там немного тем, что, возможно, начало чемпионата. Не совсем мы хорошо вошли в игру. Много браков, переходных фазах. Очень плохо из обороны переходили в атаку. Этим соперник воспользовался, где-то почувствовал эту ситуацию. Очень активно нас прессинговали. У нас не получалось организовывать атаки свои. Мы совершенно не планировали проводить много времени в обороне. Хотели играть в атаку, организовывать атаки, создавать моменты. Но в целом футболистов поблагодарил, что в ходе матча пришлось перестроиться, немного планную игру поменять и больше действовать на контратаках. В целом очень неплохо справлялись с организацией атакующих действий соперника. Перекрывали опасное направление, нейтрализовали атаки. Какие-то атаки, что соперник доводил до ударов, справлялся наш фратарь. Поэтому ребят своих благодарю. В раздевалке им сказал, что они молодцы. Начало сезона, много пищи для размышления. Поэтому что-то подкорректируем в тренировочном процессе. Какие-то изменения внесем. Мы обязательно будем двигаться дальше. Улучшение качества игры и самое главное результата. У вас была небольшая, но мощная группа поддержки на сегодняшнем матче. У них был баннер «Дом на золотухе». Расскажите, да, мы скучаем, что это значит. Ситуация следующая. Во-первых, спасибо болельщикам, которые нас приезжают и поддерживают. На самом деле это очень приятно. И, может быть, те, кто не знает, я скажу, что клуб фактически 10 лет отсутствовал на профессиональном поле. И третий сезон, как мы возродились, болельщики возвращаются, активно начинают нас поддерживать. Что касается золотухи, наш стадион находится, так скажем, на берегу реки, которая называется Золотуха. Поэтому такая кричалка, которую использовали болельщики, олдскульные, назовем их так, 90-х годов, звучит так. На золотухе стадиона не играет чемпион. Так она дословно, если звучит. Поэтому это река, на которой стоит стадион, ничего там суперсеркестественного как-то нет. Спасибо, коллеги, вопросы. Спасибо, удачи, следующий матч. Все, спасибо. До свидания.